И в завершение о человеке-призраке, который неожиданно объявился на Урале. Мужчина 30 лет проживает в Екатеринбурге, не имея ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Формально Алексея Безнигаева не существует, хотя он закончил школу и работает. Кто заставил выйти из тени и почему не получается официально появиться на свет? Запись в журнале родильного дома — единственное свидетельство того, что Алексей Безнигаев появился на свет. Но этот документ юридической силы не имеет. Ни свидетельства о рождении, ни паспорта у 30-летнего мужчины нет. И говорит, никогда не было. Личное дело. Со школы ксерокопия личного дела. Данных о том, кто я, что я, просто нет. Выяснилось, что о факте рождения Алексея нет даже записи в ЗАГСе. Мать не стала его регистрировать. Тем не менее, каким-то образом устроила сына в школу. И через 9 лет Алексею выдали аттестат, с которым он успешно поступил в ПТУ. Мужчина бережно хранит студенческий билет — единственный документ с фотографией. Сейчас в учебных заведениях уже не могут вспомнить, как смогли зачислить человека без свидетельства о рождении. После учебы в армию его не призывали, а на работу в автосервис устроился неофициально. Так что проблем не было. Испытывал только бытовые неудобства. Представьте такую ситуацию. Вот у вас забирают все документы и говорят «Живи». Вы представьте, просто подумайте, как вам будет. Вы не можете сделать привычные вещи, сесть за руль, не знаю, сесть здесь в магазин, элементарно. Купить какую-то серьезную вещь на себя, записав тот же автомобиль, мотоцикл. Всерьез о получении главного документа Алексей задумался только год назад, когда познакомился с Юлией. Девушка, чтобы проверить, что он не женат, попросила показать паспорт. Он говорит, у меня нет паспорта. Я говорю, ну хоть права пока что. У меня права тоже нет. Я говорю, как так? Ну и тут мы начали постепенно все выяснять. Я, конечно же, сразу подняла всю эту волну. Я думала, что все будет намного проще. То есть мы обратимся и постепенно, постепенно все документы восстановим. То есть действительно есть же школа, есть училище, есть там роддом. В подтверждении того, что он не выдумал истории своей жизни, Алексей смог предъявить только личный фотоальбом. Десятки семейных и школьных фотографий. Но получить паспорт они не помогли. О миграционной службе сказали, такого человека просто-напросто нет. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации необходимо свидетельство о рождении. У данного гражданина, соответственно, свидетельства отсутствуют. Какой-либо записи о его рождении нет. Юридически данного человека не существует. Удивились истории Алексея и в аппарате уполномоченного по правам человека. Здесь приходилось помогать с восстановлением документов людям в самых сложных жизненных ситуациях. Но чтобы не было совсем никаких записей в архивах, с таким еще не сталкивались. Он рос с мамой, но мама не контролировала никак всю эту жизнь. Дожить до 30 лет без единого документа, это вообще надо постараться в наше время. И ничего иного мы молодому человеку не можем посоветовать, как установить личность в суде. Когда Алексей пришел в суд, он почувствовал, что попал в замкнутый круг. Для рассмотрения дела о получении паспорта, как выяснилось, нужен паспорт. Когда приняли также пакет документов, а теперь говорят удостоверение, покажите любое. Я говорю, у меня его нет. Звонок, приходит пристав и выводит меня под руку из здания. Все. На этом все закончилось. Сейчас Алексей и Юля с помощью адвоката готовят обращение к прокурору города. Только он теперь может потребовать в суде установить личность формально несуществующего человека. И если найдется достаточное количество одноклассников и учителей, которые подтвердят, что Алексей Безнигаев тот самый, за кого себя выдает, суд обяжет ЗАГС оформить свидетельство о рождении. Только после этого можно будет получить заветный паспорт, а потом и водительские права, о которых сейчас мечтает юридически несуществующий Алексей. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач. Уральское бюро Первого канала. Екатеринбург.